Размышляющий Тумсо, в Аллахе, я переживал за Украину, радовался их победам, но из-за этой лицемерии кипит всё внутри. Да, есть эмоции, но мнение моё уже не изменится, ведь не просто так. Именно лицемеры будут растопкой в аду. Тумсо, видел сюжет Соболь... Соболевой? Прокументирую, Соболевой. Ты, наверное, хотел сказать Любови Соболь, да? Про Дудаева. Я не знаю точно, я видел какие-то видео, не про Дудаева, а про Первую войну, про Вторую войну я видел. Не знаю, может быть есть какое-то отдельное видео про Дудаева, если есть, то я его не смотрел. Не готов комментировать эти видео, потому что они очень объёмные, и там, конечно, есть вещи, которые не соответствуют действительности, graся, то есть неправильно, я думаю, Любовь Соболь осведомлена об этих событиях. Есть то, что правильно, поэтому это всё, оперевшись на то, что неправильно, сказать, что в целом это неправильно мы не можем, оперевшись на то, что правильно, сказать, что теперь в целом это правильно не можем, Там есть то, что правильно Есть то, что неправильно То есть то, что соответствует действительности В плане хронологии исторической И то, что не соответствует действительности Так, размышляющий Асаламу алейкум А украинцы оказались лицемерами 8 лет долбили бомбас Это террор, а 80 лет Унижали, убивали, грабили, выселяли Палестинцев, это норм Украинцы чай Крым, украинцы чай Иерусалим Асаламу алейкум асаламу ахаматуллах Вот видите Это те вопросы, которые Теперь возникают Они справедливо возникают И это очень плохо Эти вопросы бы не возникали Если бы позиция была бы сдержанной Как можно Я просто не понимаю Как можно было Воюя с оккупантом сейчас Высказать вот такое Такое мнение в этом Вопросе, в котором Очень много параллелей Очень много Разница лишь в том, что там Срок разный То есть, если там что-то оккупировали 50 лет назад А здесь год назад Вот вся разница Но От этого-то суть не меняется Параллель-то остается параллелью Поэтому, видите, сейчас Очень много будет вот подобных упреков Размышляющий Украинцам желаю то, что она желает Палестинцам Русскую власть ненавижу И тех, кто их поддерживает Тоже Я за свободу Палестинского народа И течение И Аллах Дарует нам это Иншалла Смотрите Все-таки позиция нормальных людей Она должна быть нормальной И Нормальный человек Размышляющий И справедливый Он не должен Идти на поводу своих эмоций Возьмем в пример Карабахскую историю Смотрите 30 лет назад Армяне Оккупировали эту территорию Провели этнические чистки Заставили Азербайджанцев Азербайджанское население Покинуть эти территории Ну, выдавили их, по сути Тех, кого успели убили Кого не успели Значит, выдавили И, по сути, оккупировали Эту территорию Затем на протяжении 30 лет Они Вели абсолютно Лицемерную игру Когда Не признавали Эту территорию Своей То есть, они Не говорили, что это Армения Не признавали Ее независимой Официально При этом Везде Неофициально Продвигали Мысль Что это Якобы Борьба Народа Карабаха За свою независимость Хотя не существует Никого народа Карабаха В общем На протяжении 30 лет Эта ситуация Существовала Затем Азербайджан С помощью войны Восстановил Свою суверенитет На этой территории Вот это Вот тоже Смотрите Ситуация Когда Посмотреть на нее Вот так сверху Абсолютно Абсолютно Понятно Кто прав Кто виноват Где На чьей стороне Справедливость На чьей стороне Справедливость Но если мы с вами Вот возьмем В детали Войдем Допустим Давайте посмотрим На личность Там что Это что Исламская страна Азербайджан Это Кто вообще То есть Понимаете Когда ты начинаешь Копаться в деталях То это В большинстве Своем Шииты Вряд ли С точки зрения Религиозной Это вообще Можно назвать Исламским Образованием Да С точки зрения Политической Там личностной Какой-то Вряд ли Можно симпатизировать Там Алиеву То есть Вот В целом Совершенно Неприятная В этом плане Ситуация Но Тем не менее Мы понимаем Что есть народ Азербайджана И Мы понимаем Что Там разные Как бы люди И то что с ними Произошло Тогда 30 лет назад Была несправедливость По отношению к ним И когда они Восстановили справедливость Мы Радуемся Этому Несмотря на то Что там Может быть Если сейчас Копнуть Каждого Взять Лично Там Каждого Карабахца Мы если его Рассмотрим Может быть Там будут люди Которые Большинство Будут нам Неприятны Может быть Я не знаю Я не говорю Что это так Но может быть Мы это допускаем Также Если мы сейчас Будем копаться В этих Вопросах Государства Религиозных И так далее В целом Может быть Это все Неприятно Но однако Когда мы Вот так вот В общих чертах На это смотрим Мы понимаем Что это были люди Проживавшие На этой территории В отношении Них была Учинена Несправедливость И Эти люди Сейчас Восстановили Эту справедливость Мы их Поздравляем С этим И Мы Радуемся Месте с ними Почему Потому что В целом Человек Нормальный Он Ему Неприятно Несправедливость Он ее Отторгает И ему Приятно Когда происходит Что-то Справедливое Когда Справедливость Восторжествует Ему приятно Такова Такова Фитра То есть Естество Нормального Человека И вот То же самое В вопросах Украины Вот сейчас Человек Начинает Злорадствовать Желаем Там вам И так далее Нет Не желаем Не желаем Потому что Мы-то понимаем Что в целом То что происходит В Украине Это тоже Абсолютно Ясная ситуация Мы прекрасно Понимаем Кто там Прав Кто не прав Кто там Справедлив Кто не справедлив На чьей стороне Там Правда Аначе нет Мы это Прекрасно видим Поэтому Эмоции Здесь мы Отключаем И говорим Конечно Никто Не желает Что бы Там сейчас Вопросов Израиля Какие бы Там Какая Какое Лицемерие Не было Проявлено Мы не Желаем Чтобы Россия Одержала Вобеду Над украинцами Конечно Не желаем Но мы Призываем Также Украинцев Точно Также Проявить Справедливость Не Отключить Эти эмоции И посмотреть На это С точки Зрения Справедливости Самое Главное Убрать Вот это Лицемерие Особенно Это важно Именно В вопросах Украины Украинцев Потому что Там Сейчас Идет Война В которой В том числе И мы Должны иметь Какую-то Позицию И Конечно Видите Люди Которые Пишут Подобное Они Ведь Позавчера Бы это Не написали Очень важный Момент Вот этот Размышляющий Написавший Он бы Вряд ли Позавчера Написал бы Подобное Да Он сейчас Пишет Конечно Эмоции Но Это Результат Вот Этой Вот Политики Которую Сейчас Проводит Украина Игорь Томсо Добрый Вечер Ни в коем Случа Не хочу Никого Обидеть И оскорбить Но Упомянутая Вами Поддержка Израиля Это поддержка Науки Технологии Медицины Против Мрака Архаики И откровенного Варварства Как это Связано Какая Наука Какая Наука Технологии И медицина Причем Здесь Это Там Есть Два Народа Два Государственного Два Государства Одно Окупирует Другое И Это Государство Которое Окупировало Имеет Больше Возможностей Больше Поддержки За счет Этого Она Развивает Там Своё Образование Свою Науку А второе Которое Находится Под оккупацией Не имеет Этой Возможности Не имеет Этой Поддержки Она Не развивает Не развивается В принципе Может быть И теперь Потому что Так Произошло Теперь Нужно Поддержать То У которого Там Медицина Получше И наука Получше А давайте Теперь Перенесем Это На Российско Украинскую Ситуацию Давайте Кто там Что Развивает Мы Будем В этом Вопросе Копаться И будет Ли это Правильно Копаться Вот Вот Сейчас Посмотреть На Ситуацию Вторжения России Украину Допускаете ли вы Просто Сам Вопрос Такой Поставить А давайте Посмотрим У кого Из них Лучше Наука Медицина И так Далее И если Там Лучше Тогда Мы Это Оправдаем Мы Можем Представить Себе Подобное Ребята Вы Я же Еще раз Говорю Вы Очень Лицемерные Вещи Вы Говорите И Вы Очень Зря Это Делаете Очень Зря Вопросы Науки Образования И так Далее Пускай Это Все Будет В Границах Которые Были Закреплены Мировым Сообществом Давайте Ведь Можно Это Все Развивать И В Своих Границах Для Того Чтобы Развивать Медицину Науку Для Этого Не Нужно Окупировать Чужие Территории Тогда Получается И Россия Может Сказать Мы Хотим Окупировать Часть Территорий Чтобы Лучше Развивать Медицину Науку И Технологии Размышляющий Тумсо Валаги Я переживал За Украину Радовался Их победам Но Из-за Этой Лицемерии Кипит Все Внутри Да Есть Эмоции Но Мнение Мое Уже Не Изменится Ведь Не Просто Так Именно Лицемеры Будут Растопкой В Аду Субтитры 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 Продолжение следует...